Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-канал на Финам.ФМ двухчасовой, как вы прекрасно помните. И сейчас его вторая часть, бизнес-класс. Итак, тема сегодняшнего эфира в рамках бизнес-класса звучит так. Конвеншн-бюро в России. Слово такое сложное для произношения. Я так его старательно произношу. Конвеншн-бюро в России. Что это такое и в чем польза? У меня в гостях Юлия Скороходова, председатель правления Ярославского Конвеншн-бюро. Юлия, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, еще раз я напомню для вас. Телефон прямого эфира 6510-99,6, код города 495 и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе, как всегда, можно и с комментариями. Юля, начнем разговор. Тем не менее, смотрите, буквально некоторое время назад здесь же в студии сидели ваши коллеги. В рамках «Схолостатка» мы рассуждали на тему того, чем завлечь иностранца в Россию. Ну и в принципе, мы говорили о внутреннем и въездном туризме. Присоединился к нашему эфиру по телефону Алексей Шевцов из Плеса, который там сказочные какие-то вещи сделал. На ваш взгляд, на субъективный или на взгляд профессионала, в чем проблема внутреннего въездного туризма, почему к нам не едут и наши даже, да, россияне, зная, причем, может быть, не понаслышке, что есть что в России-то посмотреть, тем не менее, не активны в этом деле. Ну, я абсолютно согласна с тем, что коллеги говорили и перечисляли. Это, в общем, достаточно болезненная тема по поводу качества, по поводу инфраструктуры, по поводу цены, визовых барьеров, отсутствие сервиса, традиций гостеприимства и так далее. Но мне кажется, что такая достаточно принципиальная история для нашего туризма — это отсутствие маркетинга территории, маркетинга-дестинации, как мы профессионалы называем. Любая территория для нас — это, ну, продукт, если угодно, да, и мы называем такую территорию, в которую мы хотим, чтобы приехали туристы, которую мы хотим продать. Как не цинично это звучит, да, но это нормально. Да, да, да. Мы называем это дестинацией, то есть это некая цель для путешествия. И мы, в общем, к сожалению, трубим много лет, мы, в смысле, вся отрасль, во все колокола, потому что в России, в принципе, отсутствует системный маркетинг территорий, как на федеральном уровне, так на региональном, так и на любом муниципальном уровне. И это очень хорошо видно на международных выставках, потому что, когда ты туда приезжаешь, ты очень хорошо сразу видишь контраст. Представлена Европа, представлена Азия, представлена экзотика, и там такая достаточно несистемная какая-то отрывочная история. Очень какая-то невкусная, очень случайная. Вот она тут, Россия, местами где-то. Здорово. Вот, это очень, конечно, грустно. И, к сожалению, просто бизнес не в состоянии это делать своими силами, потому что бизнес — это все равно история каждого конкретного личного какого-то конкретного предприятия. У него свои цели и свои задачи, и многие из них конкурируют на одной и той же территории, находясь. Поэтому это, естественно, задача властей, консолидация этих усилий, объединения. Властей самых больших или прям по вертикали? Если мы говорим о продаже всей Родины, то самых больших. Браво, Юля. Если мы говорим о том, чтобы продавать регион, опять же, если регион, я тоже всегда говорю на всевозможных советах координационных, я всегда говорю, ребят, туристам все равно, что мы Ярославская область. Туристам, например, интересно, что мы Золотое кольцо. Поэтому выходить на международный рынок имеет смысл консолидированный Ярославской, Костромской, Владимирской области, чьи города на этих территориях расположены. Потому что туристу все равно, куда он в административном плане летит. Поэтому тоже выходить, например, как бренду Ярославской области на международный рынок нет вообще никакого смысла. А уж тем паче выходить региональному туроператору абсолютно бессмысленно. Поэтому здесь, естественно, эта консолидация нужна не с точки зрения, мы тут такие бедные, помогите нам, а просто по-другому это не работает история. А сколько брендов у нас, если так вот на пальцах, что называется? Москва, Петербург, Золотое кольцо. Ну, я думаю, что все-таки Урал, Байкал, Байкал, да, да, да. Ну, может быть, сейчас Сочи как-то выйдет, но не уверена, не готова. Да, на международный рынок не готова сейчас ничего говорить, пока очень такая странная ситуация. Потому что все равно та инфраструктура, которая там будет создана, да, допустим, там горнолыжная, или там даже та история, связанная с отдыхом, допустим, морским, я все равно боюсь, что она не сможет конкурировать с традиционными европейскими курортами в этом смысле. Не по цене, как обычно, не по качеству. Если смогут конкурировать, если будут продавать дальше, то, возможно, почему бы и нет. Есть еще Карелия, туда едут, как ни странно, иностранцы. Но в целом, наверное, все равно Москва, Питер, это... Город Мышкин мы еще сегодня вспоминаем. Город Мышкин, это да. Мы его считаем, что он официально, он не входит формально в состав Золотого кольца, но, тем не менее, он продается лучше, чем любой город на Золотом кольце. Ну, вот тоже, мне кажется, идея такая, бизнес. Вот что там выстрелило? Ведь, по сути, ну, о чем речь? Там выстрелило самобытность, там выстрелило то, что, собственно говоря, в любых продажах, да, важно, чего хочет потребитель. Потребитель, приезжающий в глубинку русскую, да, будь то москвич, да, будь... Ну, потому что внутренний турист, который ездит по России, это, скорее всего, москвич, петербуржец, там, ну, я не знаю, екатеринбуржец. То есть из большого города, да? Из большого города, да, куда-то в глубинку. Либо это иностранец, он хочет увидеть чего-то, либо забытое с детства, там, бабушкины тканые половички, молочко из крынки, я не знаю, картошку из печки, вот потрогать эту тёплую деревянную, там, не знаю, скамеечку шершавую, там, да, или что-то такое. Прислониться к печке. Прислониться к печке, к тёплой, да, что-то такое, да, пойти по этой улочке, где, не знаю, козы гуляют, ну, вот что-то такое, подышать воздухом волжским. А ему не надо экскурсий, цифр, фактов и названий, фамилий великих архитекторов. Соответственно, иностранец то же самое, только, ну, в виде русской экзотики, да, чуть более утрированно, чуть более, может быть, лубочно. Лубочно, да. Но, в принципе, то же самое. Соответственно, это вот люди, которые просто взяли и это дали. И сказали, да вот, пожалуйста, возьмите, и плюс ещё дали это за ту цену, за которую потребитель был готов это покупать. Всё. Никакой хитрости. Дальше, в силу того, что это было тогда на ВО, в силу того, что в то время местные власти достаточно много усилий приложили, чтобы это дело раскрутить, Мышкин везде и повсюду продвигали. То есть он не сходил с уст, прежде всего, руководителями областных властей, на всех конференциях, там, в СМИ и так дальше. Вот мы получили то, что там стали останавливаться теплоходы туристические, да, которые там не останавливались. Раньше не было этого, да? Да. И так далее, и так далее. То есть, собственно, каких-то колоссальных вложений финансовых не было. Это пример удачного маркетинга. Абсолютно. Было бы желание этой истории. Я, кстати, записал маркетинг дестинации. Да. Хорошо, Юля. Спасибо огромное за ваше суперпрофессиональное мнение. Давайте продолжим и вернёмся непосредственно к теме, заявленной на сегодняшний эфир. Конвеншн-бюро. Ну, прежде всего, ликбез традиционный. Что это такое? Конвеншн-бюро – это, ну, конвинин – это, в общем, связи некие, английское слово. Конвеншн-бюро – традиционная в мире принятая такая маркетинговая организация, которая создаётся обычно на уровне государства, опять же, там, города, региона, с поддержкой местного бизнеса, который занимается тем, что продвигает территорию, регион на рынке конгрессных услуг, туристических услуг, приглашая на территорию, в свой город гостей, туристов с любыми целями, да, будь то просто туристы, будь то конгрессные, деловые какие-то визиты, проведение каких-то встреч, организации мероприятий и так далее. То есть делает всё, чтобы люди приезжали и оставляли деньги на территории. Ну, опять же, да, те же самые, в общем, продажи родины. Единственная разница только от бизнеса тем, что это всегда некоммерческая история, это история, которая, почему она организуется государством, она не работает на какой-то конкретный бизнес, она вот именно призвана для того, чтобы деньги приходили на всю территорию. А финансирует её кто в таком случае? Опять же, традиционно, где-то от 50 до 80% это государство, ну, вот в разных масштабах, да, остальное это участники рынка, которые консолидируются как члены, допустим, там, некоммерческого партнёрства. Те, кто заинтересован, конечно. Те, кто заинтересован, да, 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 инфраструктура, гостиницы, площадки, рестораны, профессиональные организаторы конференции, продюсеры конференции, туристические компании, в зависимости, потому что некоторые конвеншн-бюро только на конгресс-туризме сосредоточены, некоторые объединяют и конгрессный туризм, и обычный классический туризм, там, экскурсионный. Почему некоторые только на конгрессном? Ну, достаточно много городов и территорий, которые не имеют никаких абсолютно возможностей, да, никаких для этого предпосылок, у них нет никаких природных достопримечательных исторических, да, то есть всегда нужно, опять же, да, как в бизнесе любой территории, когда она думает о своем развитии, как, допустим, некой какой-то дестинации, опять же, да, и нужно подумать, а также отстроиться от конкурентов. Если, да, у меня красиво, но в соседней, не знаю, в соседнем регионе Страсбург находится, ну, мне его не перебить, да, тогда зачем ко мне поедут люди? Там красивее в Страсбурге. Да, там в Страсбурге красивее, у меня нет моря, у меня нет гор, почему ко мне поедут? Да, тогда я построю крутой выставочный конгрессный центр, я сделаю, привлеку сюда, сделаю какие-то условия инвестиционные, привлекательные, привлеку сюда гостиничные сетки, поговорю с местным бизнес-сообществом. Нет, продолжайте, я просто хотел сразу же вклиниться. Да, да, да. Вот это чья речь, чей монолог? Это монолог главы региона? Да, однозначно, да, однозначно. Это монолог местных властей, которые заинтересованы в том, чтобы развивался бизнесных территорий, чтобы приезжали люди, оставляли деньги, чтобы развивалась экономика, чтобы имидж территории улучшался, чтобы люди, приезжая, оставляли деньги и немаленькие деньги, чтобы пополнялись налоги, чтобы рос валовый региональный, там, национальный продукт и так далее, и так далее, и так далее. Здорово. — Здорово. — То есть, ну, и дальше, вплоть до, то есть, можно, то знаете, как Москва-Вусюки, то есть, это может иметь достаточно глобальные последствия, потому что, когда территория начинает по этому пути развиваться, если она развивается по этому пути вот так усиленно, то это и для местного населения тоже круто. — Да. Мы об этой крутизне чуть позже сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. — Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня у меня в гостях Юлия Скороходова, председатель правления Ярославского конвеншн-бюро. Ну и тема нашего эфира связана непосредственно с этим. Конвеншн-бюро в России, что это такое и в чем их польза. Я напомню для вас, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99-6, код города 495, сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы и делитесь собственными мнениями по поводу обсуждаемой сегодня темы. Продолжим. Продолжим. О крутизне мы заговорили. — Да, да. — Ну, на самом деле, вот я представил себе этого регионального, да, начальника. Все абсолютно, мне так кажется, все абсолютно здорово звучит, на благо народа, на благо народа. Ну как-то уж очень неестественно, мне показалось, нет? — Ну, история-то очень простая, это работает в мире во всем и работает с конца 19 века. Как всегда, господа американцы были первые. Насколько я помню, Детройт первый придумал такую историю, там, 1895 год, что-то такое, да, они попытались вот такую историю сделать. — И потом, так или иначе, многие города на этот путь вставали разные причины. Это может быть желание развиваться или, например, допустим, некий кризис каких-то отраслей, допустим, традиционных. Предположим, Балтимор американский, там были шахты, он был таким крупным портовым городом, потом это стало все дело умирать, и город стал приходить в упадок. И, значит, был такой взят ориентир на культурно-туристический потенциал, множество лофт-проектов было запущено, вот переоборудовались эти заводские там корпуса, шахты и прочее, под всякие туристические, опять же, экскурсионные, прочие-прочие дела культурные. И созданы были условия, и что мы сейчас имеем? Балтимор — это такой, знаете, конгрессный бэк-офис Вашингтона, потому что, когда люди приезжают на конгресс или с какими-то деловыми целями, они очень часто останавливаются в Балтимор, там огромное количество гостиниц, несравнимо просто с масштабом города. Там Барселона та же, да, которая, на самом деле, как ни странно, там, ее не было на карте, это сейчас нам кажется, да, что Барселон лучше, чем Мадрид, знаем. А до того, как... Ну, слышим чаще, по крайней мере. Да, 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 это, в общем, опять же, до Олимпиады и до того, как они не начали себя пиарить и продвигать как конгрессную туристическую дестинацию, ну, в общем, это был достаточно такой тривиальный город, да, красивый, но об этом никто не знал. А Канны с Ницей, ну, это вообще вопиющий пример, да, это начало 20-го века, послевоенные, это рыбацкие деревушки вообще. И эти города, эти богатейшие курорты выросли только за счет туризма и, в первую очередь, конгрессного туризма. Бюджет Вены, бюджет Берлина, там миллионы долларов приносят ежегодно конгрессы, которые там проходят. То есть это такая история, как бы, не, знаете, такая, не факультативная весьма для экономики. Это очень такая, скажем, бюджетообразующая отрасль во многих городах. Здорово, здорово. Я сразу же сейчас думаю о том, что нашим руководителям на любом уровне нужно понять, что это не факультативная история, а возможность, да, собственно, изменить жизнь к лучшему. Как давно эта история, собственно, в России и понимают ли сейчас хотя бы кто-то о том, о чем вы говорите? Ну, в России первыми были Сочи и Екатеринбург. В начале 2000-х годов сначала Сочи открыли конвеншн-бюро, затем Екатеринбург. Но вот мне кажется, Екатеринбург достаточно такой хрестоматийный пример. Они вдохновили и нас вот тоже на то, что мы в итоге сорганизовались. Потому что там конвеншн-бюро открывалось и развивалось по классической схеме. Инициаторами были именно органы местной власти. И они вдохновляли и консолидировали, и по сей день это делают, местный бизнес. Там достаточно много членов, больше 20, насколько я помню. Ну, все-таки город большой. И статистика фантастическая. То есть с того момента, как заработало конвеншн-бюро, публикуется статистика на 60% рост потока именно, допустим, конгрессного делового туризма. И он в финансовом выражении тоже так же. Сочи, насколько мне известно, к сожалению, вот в связи, видимо, все-таки со всеми олимпийскими делами, видимо, просто не стало смысла в этом во всем. И сейчас немножко подзатихло. Может быть, после Олимпиады как-то опять... То есть изначально строилось опять вот на конгрессный бизнес, потом пришла Олимпиада в Сочи? Да. Сейчас просто вот мы их не видим, не слышим пока, к сожалению. Очень радостно наблюдать, что Москва-Питер подтянулись. Значит, опять же, мы завидуем, потому что и в Москве, и в Питере есть государственная поддержка, прежде всего финансовая. Они тут же пошли членами ВИКУ. Это ассоциация конгрессов и конвеншн. То есть это такая структура, на уровне которой территория может участвовать в тендерах на проведение вот таких, знаете, крупнейших международных конгрессов. То есть это уже совершенно другая история, другой масштаб. Мы, к сожалению, со своим бюджетом пока только об этом можем мечтать. Казань думает, Ростов-на-Дону открыли конвеншн-бюро. То есть потихоньку-потихоньку вот эта история. И сейчас в Питере вот был в январе форум, эвент-форум всероссийский. И впервые была целая секция посвящена конвеншн-бюро. Это удивительно. И то есть уже, знаете, это не из разряда что-то такое феноменальное, по крайней мере в отрасли, а уже, по крайней мере, все это уже обсуждаемо, что в России это явление уже, оно зафиксировано. Это очень радостно. То есть это не мимо проходящие, как это часто бывает. Да, да, да. Процесс пошел. Да, процесс пошел, да, процесс пошел. Но пока только в столицах все-таки это идет именно вот по такой классической схеме, по эффективной, скажем так, схеме. Ну, в столице почему опять, может быть, здесь народ более продвинутый, от этого зависит? Или какие другие экономические есть, может быть, составляющие? Я думаю, что тут много составляющих, потому что, ну, понятно, что любая столица традиционно все равно как локомотив. И традиционно многие, допустим, заказчики мероприятий все равно ориентированы на столице. Плюс инфраструктура, конечно же, все равно нам тягаться сложно, да, инфраструктурно. Плюс, конечно, экономически, то есть, естественно, средства в регионах традиционно урезаются на все, что связано с, так сказать, непрофильными производствами, да. То есть туризм — это всегда непрофильный актив. Баловство это, баловство, да. Да, вот в Москве все-таки с этим всегда традиционно было лучше, и в Питере тоже. Понятно, что там чувствуется этот объем туристический местным властям, видимо, легче и проще его увидеть и понять. А потом, видите, статистика совершенно же отсутствует. Допустим, мы бы и рады прийти, например, к нашим властям и сказать, «Ребята, вот смотрите, конгрессный туризм вам приносит столько, столько и столько». А мы не знаем. То есть мы интуитивно чувствуем... Мы не знаем, потому что у нас нет опыта, цифр этих нет. Цифр этих невозможно, да. То есть вот мы в итоге решили, себе поставили задачу в этом году, мы хотим ее просто начать собирать с наших партнеров вот буквально на коленке, потому что, ну, статистика в туризме вообще отсутствует, да, а уж, допустим, деленные на какие-то виды туризма, это вообще фантастика научная. А некорректно будет взять эти цифры из того региона, где уже эта история есть, и сказать, «Ребята, вот у них вот это так работает, у нас может примерно...» Ну, мы сейчас так и делаем, но, в принципе, все равно никто толком не может пока вот сказать конкретно в России, как это считается. Почему? Потому что ведь еще есть мультипликативный так называемый эффект. То есть мало того, что вот по нашим подсчетам турист обычный, например, где-то 150 долларов оставляет, а конгрессный от 500 до 200 с половиной тысяч долларов. А есть еще дополнительные траты. Вот кроме того, что он пожил в гостинице, и в отличие от обычного туриста, он пожил не в трешке, а в четверке. Обычных туристов приехал автобус, а их приехало тысяча, две и так далее, и так далее. Дальше. Обычный турист поел в кафе, а они кушали и банкеты, и фуршеты, и так дальше, и так дальше. Вечерние ивенты какие-то обязательно, да, то есть, не знаю, полиграфия, раздаточный материал, то есть пошла там вся производственная сувенирка работать, транспорт. То есть, опять же, для того, чтобы, допустим, в Ярославле, когда происходит конгресс на 2000 человек, это абсолютно вся транспортная инфраструктура города Ярославская поднимается, да, для того, чтобы это все дело сдюжить. И так далее, и так далее. Но еще эти люди дальше пошли по сувенирным магазинам, куда-то еще, куда-то еще, и так далее, и так далее. И получается, что, приведя одно конгрессное мероприятие, да, вся сфера услуга жила, да, и это получается такая, знаете, внутренняя точка роста экономики, на самом деле, как бы это ни пафосно звучало. Это реально, да. Плюс, если на это смотреть с точки зрения, опять же, да, развития, то мы говорим о том, что нужны кадры, да, значит, тогда давайте подтягивать образование, то есть мы, например, открыли... Кадры нужны для тех, кто будет обслуживать, да, этот конгресс? Конечно, конечно, да, то есть если мы говорим о том, что мы претендуем, чтобы принимать у себя крутые мероприятия, надо дотягивать сервис, туризму деловому вообще не учат в России, вообще. То есть если туризму как таковому стали учить, то конгрессному туризму не учат. То есть где вот есть институт, да? Это вообще, оказывается, имеет отношение, что не только вот тетеньки с караваем, это туризма как. То есть на самом деле это все вообще очень взрослое крутое занятие. Поэтому здесь вот это, опять же, тот же маркетинг подтягивается. То есть это достаточно такая большая крутая история для региона могла бы быть. Кстати, вот эти курсы, да, учебные заведения, этого достаточно? Ну, хотя бы... Ну, это хотя бы что-то, хотя бы что-то, да, хотя бы что-то. Я понял. Хорошо. Юля, еще раз спасибо. Мы вновь сейчас прервемся. У нас рубрика «Вне времени». Послушаем ее и продолжим эфир. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы «Конвеншн-бюро в России. Что это такое и в чем их польза». В студии Юлия Скороходова, председатель правления Ярославского Конвеншн-бюро. Еще раз напомню, телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Юль, продолжим очень интересная беседа. Если можно, давайте теперь более детально, может быть, да, посмотрим, в чем же бизнес этого самого бюро. Ну, можно на вашем конкретном примере. Ярославское Конвеншн-бюро — это некоммерческое партнерство. То есть мы объединили участников Ярославского рынка, которые заняты в сфере делового туризма, которые занимаются обслуживанием мероприятий конгрессных. Никакой поддержки финансовой властей мы не имеем. Мы имеем только поддержку моральную. То есть спасибо большое, нас поддерживают на уровне мэрии, на уровне правительства. Более того, даже если бы кто-то и захотел каким-то образом войти в состав учредителей Конвеншн-бюро, наше законодательство этого не позволяет. То есть в законе о туризме термин такой, как «деловый туризм» отсутствует вообще. И когда мы протаскивали через юстицию, значит, и пытались оформить все документы, нам говорили, ребят, вы не можете вообще это все написать, потому что нет делового туризма, поэтому вы не можете вообще никак его развивать и так далее. Развивать то, чего нет. Да, да, этого нет. Соответственно, юристы нам тоже сказали, да, мы, в общем, рады, государственные органы власти, может быть, и поучаствовать, но мы действительно не можем. Юридических механизмов, на самом деле, в России сейчас нет для этого. Но, тем не менее, моральная поддержка есть, то есть нам, по крайней мере, рады. И когда мы просим нас поддержать, всегда нам идут навстречу, это уже хорошо. В составе у нас гостиницы, рестораны, транспортники, производственные компании. То есть, вот еще раз говорю, те, кто обслуживает мероприятие. Что мы делаем? Мы, значит, существуем на членские взносы вот этих самых наших членов. Их 16 сейчас всего. Из них 9 — это юридические лица. Гостиницы — и 3 звезды, и 4 звезды. Мы приходим к потенциальным организаторам конгрессов. Это в основном крупные ассоциации, да, часто это какие-то медики, фармацевты, потому что фармацевтическая отрасль номер один по организации инвентов России, да. И мы говорим о том, что, ребят, вот смотрите, Ярославль имеет вот такие-такие-такие-такие преимущества для того, чтобы провести ваше мероприятие именно здесь. То есть наша презентация так называется, почему ваше мероприятие нужно провести в Ярославле. И суть, в общем, сводится к тому, что мы говорим, да, мы понимаем, что в основном все мероприятия в Москве и Петербурге традиционно проходят. Да, вы здесь привыкли, у вас здесь все хорошо и здорово. И мы, в общем, говорим... Юль, я уточню, то есть вы обращаетесь к компании, которая в Москве, в принципе, и живет? Да, 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 потому что, ну, все равно все головные ассоциации, мы говорим о мероприятиях масштаба всероссийских, международных конгрессов и так далее. И мы говорим, смотрите, мы имеем большой опыт проведения мероприятий, мы как и члены Конвеншн-бюро, потому что это все опытные абсолютно игроки рынка, и мы как Ярославль, город, который принимал, допустим, тот же мировой политический форум, три года, там первые лица европейских государств приезжали. Мы имеем сейчас инфраструктуру, потому что нам, значит, на тысячелетие подарен был крутой зал конгрессный на полторы тысячи человек, то есть в ЦФО на Золотом кольце, если не брать Москву, аналогичных площадок сейчас нет. Мы имеем гостиницы, в том числе за последние годы к нам пришли цепочки, Акор, Меркури и так далее, да, то есть мы готовы дать некий такой стандарт европейские качества обслуживания. Мы имеем при этом достаточно много достопримечательностей, культурные наследия у нас в центре города ЮНЕСКО, транспортная у нас проблема, да, мы такой крупный транспортный хаб, в общем, опять же, да, до нас за Москвой можно и поездом, и на машине, и самолетом, и по Волге, как угодно, и все это достаточно близко. То есть транспортная доступность, инфраструктура, опыт, конвеншн-бюро, которое здесь вам будет проводником и будет бесплатно, что очень важно, для заказчиков любые услуги информационные-консалтинговые оказывать, то есть помогать вам найти лучших из лучших подрядчиков, наладить какие-то связи там с местными властями или там с теми же поставщиками, ну, как-то помочь сориентироваться, то есть вот сделать все, чтобы вам было здесь легко. Все это вместе нам позволяет говорить о том, что да, Ярославль для вас был бы прекрасным местом, и очень маловажный факт, мы дешевле, чем столицы. Это важно, действительно. Да, вот, все это вместе, в общем, и мы так позаимствовали нагло немножко у Ависа, их слоган, с которым они в свое время вырвались на рынок, мы всего лишь старые, но мы очень стараемся. Мне очень нравится, то есть, ну, это правда так, да, мы понимаем, что мы первыми не будем на этом рынке, но мы вот из кожи вон лезем, потому что так как все равно мы вот получили это мероприятие, для нас это не проходное что-то, да, мы вот просто со всех сторон обхаживать, любить и так далее. И, в общем, пока никто не обламывался, то есть, в принципе, действительно все, кто нам доверяют, обычно остаются довольны, и многие мероприятия, которые, допустим, должны были быть единоразово, они потом начинают в Ярославле повторно происходить. Ну, это достаточно вообще такая для Конгресс-туризма история очень системная, то есть повторные продажи, когда люди приезжают куда-то, проводят мероприятия, осваиваются, да, им нравится, и они потом приезжают сюда с детьми уже просто как туристы, или они приезжают сюда и налаживают деловые связи, а потом они уезжают, и, допустим, если мы говорим о том, что, ну, посетители Конгрессов — это достаточно часто лидеры мнений какие-то, да, то есть вот они, пять тысяч человек, разъехались по всему миру или там по всей стране, и увезли какие-то благоприятные впечатления о регионе, пошел вверх имидж региона и так далее, то есть здесь такая история очень тоже. Вот, собственно, таким образом мы привлекаем заказчиков к себе. Дальше мы посещаем все, какие можем и позволить себе выставки, конгрессы профильные туристические, непрофильные, связанные, допустим, с любыми какими-то тусовками, где бизнес встречается, и какой-то нетворкинг может существовать, и где люди, которые могут быть потенциальными, да, организаторами конгрессов. То есть все, на что у нас хватает нашего достаточно скромного бюджета, вот это мы таким называем для себя системным маркетингом территории, это смешно, конечно, то есть он такой очень ручной, хендмейд, но вот повторяем, мы очень стараемся, вот это единственное, что нас утешает. И мы вот везде рассказываем, 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 приезжайте, приезжайте, приезжайте. Если кто-то сомневается, кто-то думает, то мы приглашаем, и мы делаем так называемый инфотур бесплатно, опять же. То есть мы привозим, мы показываем все гостиницы, кормим, почуем, смотрите, как у нас вкусно, смотрите, как у нас хорошо, как у нас мягко, как у нас тепло и так далее. То есть все, что можем, мы делаем. Вот, ну, собственно, вот такая работа. Понятно, да. Нелегкая работа. Нелегкая. Юля, смотрите, мы вторые, или мы еще пока не волшебники, только учимся, как в известном фильме говорят. Это все результат чего? Вот этого скромного достаточно финансирования, коллизии в юридической плоскости, недавнего опыта вашей работы. Ну, в основном это недостаток просто денег, к сожалению. Да, то есть если бы мы вот развивались по тому принципу, по которому развиваются все конгресс-бюро, конвеншн-бюро в мире, то есть у нас было бы софинансирование государственное, то, конечно, мы бы, во-первых, мы бы стали тут же членами во всех международных ассоциациях, которые именно и претендовали бы на тендерные все истории, которые связаны с конкурсами территории. То есть не упрашивали бы, да, будущих клиентов. Конечно, конечно. То есть да, то есть это совершенно другой статус и это выход на другой уровень, естественно, переговоров и участие в конкурсах территории на международном уровне и так далее, и так далее, да. Понятно, что мы бы сделали очень-очень-очень классный сайт, мы знаем, какой должен быть вкусный сайт, мы сделали бы промо-ролик. Ну, то есть это понятный набор маркетинговых сейл-инструментов, на которых нужно просто, ну, как в любом бизнесе надо вложиться для того, чтобы... Смотрите, все упирается в то, что у нас нет понятия деловой туризма, в это все упирается? Ну, у нас нет понятия деловой туризма, и у нас, ну, в общем, ни на каком уровне в государстве нету, так сказать, какого-то энтузиазма в этом смысле, да. То есть тот факт, что наш член в Ятверославле бизнес объединился и платит нам ежемесячно наши вот смешные вот эти членские взносы, которые нам платят, они реально смешные для юридических лиц. Но к нам подходят на отраслевых тусовках люди и говорят, как вам удается собирать членские взносы, это вообще фантастика. Даже эти смешные? Да, 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 нам говорят, у нас не получается, что вы такое говорите в Ярославле своим членам, что они вам верят. Волшебные слова, да, скажите мне. Да, да, а мы говорим о том, что, ну, мы говорим, мы просто, ну, вот, слава богу, нам повезло, в Ярославле бизнес дозрел, и для того, чтобы мы поняли, что конкурировать между собой, это вот не вариант, это тупиковый путь. То есть если мы хотим развиваться именно как крупный масштабируемый бизнес, да, если мы хотим развиваться именно как туристическая дестинация, мы не можем конкурировать внутри себя. То есть мы говорим, как сказать, внутри себя мы говорим, наша цель, конвеншн бюро, сотрудничать на местном уровне, чтобы конкурировать на глобальном. Внутри себя мы сотрудничаем, две гостиницы, представьте, как им сложно, вот для менталитета российского менеджера. Две гостиницы, три звезды, они два конкурента, или там четыре звезды, неважно, да, они делят одну нишу на рынке. И тут им говорят, ребята, вы тут должны дружить сейчас. Ну, это вообще нереально для них, да. Конечно, мы не привыкли к этому. А мы говорим, ну, потому что да, ну, потому что когда к нам, тогда мы с вами приведем вместе, мы приведем заказчика. Хватит на всех, да? Да, и хватит на всех, а если вы каждый по отдельности, в общем, ну, как во всех детских сказках, ничего не сделаем. И просто как бы инфраструктура стала расти, загрузка нет, даже стала падать, и, ну, просто вот, так сказать, жизнь заставила объединяться. Поэтому, то есть это такая достаточно, у нас в Ярославле больше вынужденная такая история, вымоченная. Но мы очень гордимся, что вот наш бизнес зрелый и был готов к тому, чтобы стратегическое видение включить у себя, а не сиюминутное. Юля, кстати, если говорить все-таки о вашем регионе, вы говорите, инфраструктура стала расти. Она изначально была ориентирована на традиционный бизнес? Да, абсолютно, да, да. То есть традиционно гостиницы такие, три звезды, там, две звезды, туркласс так называемый, да, удобство, там, не знаю, на этаже или там как-то так. Да, там общие на две комнаты. А за последние, там, пять лет у нас открылась гостиница, четыре звезды, пять звезд, сетки и так далее. И, конечно, сразу же общая загрузка упала, потому что... А сетки, кстати, идут именно по причине того, что они как бы чувствуют, да, что здесь глобальная история уже. Да, 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 сетки идут, потому что они видят, что рынок есть, рынок не занят. И так, да, то есть если смотреть с точки зрения западного менеджмента, то просто рынок-то вообще не занят. То есть наша конкуренция, она смешная, то есть у нас две компании, и это уже вау-конкуренция. Но это смешно. Это как две компании, не могут одного клиента поделить, да? Да, но просто мы говорим, ребят, так у нас такой масштаб, потому что нам развиваться, развиваться, развиваться еще. Вот, поэтому есть куда расти. Вот эта взаимосвязь все-таки делового туризма и обычного, да, традиционного туризма, она... Что рождает кому активность? Что первично, ну, неправильно, первично, вторично, но как бы на что больше акцент все-таки делается? Именно на деловой туризм? Ну, да, то есть деловой туризм просто гораздо более финансово емкий, просто в разы, да, то есть вот я уже приводила пример, сколько тратит турист, плюс эта маржинальность совершенно другая, да, потому что, ну, когда у тебя, допустим, это расходы так называемых, да, домохозяйств, когда это личные траты или это корпоративные траты, да, это совершенно другая история. Расходы другого уровня и порядка, да, как я уже говорила, плюс, допустим, сезонность, то есть деловом туризме отсутствует понятие мертвый сезон, то есть турист, он к тебе едет, понятно, когда. Вот когда, например, снег не выпал еще, но уже холодно, этот октябрь-ноябрь-то слякоть, все черное, нет туристов, ну, никому не хочется из дома выходить. Да, или, например, майские праздники, если у нас тепло и хорошо, к нам поехали, если у нас холодно, все уехали в Турцию, и к нам не приехал никто, и так далее, так далее. Деловой туризм, он чем хорош? Ты составляешь себе календарь мероприятий, и ты понимаешь, что вот у тебя здесь проседает загрузка, там, в гостиницах, здесь у тебя проседает, и ты на эти дни ставишь... Деловой мероприятий. Да, то есть ты начинаешь менять жюри, ты начинаешь управлять отраслью, да, причем таким вот образом рыночным, гибким, правильным, да, то есть это вот тоже возможность достаточно уникальная. Юрий, еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, друзья, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, в студии Юлия Скороходова, председатель правления Ярославского конвеншн-бюро. Что это такое, и в чем их польза, собственно, об этом мы сегодня и говорим с Юлей в эфире программы «Бизнес-класс» Конвеншн-бюро в России. Я напомню, телефон студии 6510996, код города 495, и сайт компании финам.ФМ. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться, задать свои вопросы, поделиться собственными наблюдениями. Мне, кстати, всегда любопытно из первых уст, да, услышать, кто-то, может быть, был уже участником подобного мероприятия и имел возможность сравнить его, да, или имеет опыт работы непосредственно в этой структуре. Еще одна важная, ну, хотя мы начали уже о ней говорить, Юрий, тем не менее, хотел бы еще раз с вами это обсудить. И вспоминая начало нашей сегодняшней беседы и предыдущий эфир «Сухого остатка» в рамках «Бизнес-канала», мы обсуждали все-таки, да, некие возможности для большей заинтересованности, да, внутреннего ли российского туриста или иностранца, вот что нужно делать, каким образом. Ваши коллеги, кстати, Оля говорила о том, что вот иностранец до сих пор воспринимает Россию как некую территорию по дорогам, к которой бродят медведи. Дальше анекдот следовало, что медведи остались от дорог, оказывается. Мне, честно говоря, казалось, что вот этот уж такой древний стереотип-то все-таки разрушился или действительно он еще присутствует? Да нет, конечно, он присутствует, безусловно, и вопрос как раз здесь у нас с Олей расходятся интересы, потому что для такого традиционного туризма это как раз является частью экзотики, и бог-то с ним, что нет дорог, потому что, ну вот как она говорит, да, 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 то есть как раз как бы если я выйду на идеальное покрытие, да, там на скорости 160 км в час, то я даже не буду надеяться тут встретить медведя, а когда я тут аккуратненько пробираюсь меж колдобин в лесу, то вот тут как раз вот оно и должно все сложиться. Вот оно счастье. Да, да. И действительно иностранцы в этом смысле за этим и едут, и тут не надо, в общем, этого бояться, и туалеты, и все, они к этому готовы. Когда речь идет о конгрессном туризме, здесь совершенно наоборот, то есть конгрессный туризм, ну в таком хорошем смысле он космополитичен, он здесь не признает никаких. Понятно, что, допустим, вечерний ивент какой-то, когда мы делаем, мы его пытаемся делать обязательно с учетом какого-то национального колорита или там местного колорита, безусловно. То есть изначально деловой турист едет не в конкретную страну и не в конкретную даже ее регион. Конечно, конечно. То есть, естественно, обязательно для того, чтобы стать площадкой для проведения конгрессного мероприятия, ну здорово, это будет дополнительный бонус. Если кроме инфраструктуры и возможностей ты еще имеешь дополнительные какие-то бонусы в виде богатого культурного наследия, экскурсионной программы, шикарной. Тогда, естественно, ты в конкурсе территории будешь иметь дополнительный балл и победишь, разумеется, потому что там целый день иногда оставляют в конгрессной программе для того, чтобы побывать, посмотреть и так далее, и так далее. Но все равно, тем не менее, здесь уже будьте любезны, чтобы автобусы были такие, как они привыкли, чтобы фуршет был на том уровне, на котором настранец привык, чтобы раздаточный материал, чтобы оборудование и условно какие-то девайсы, какие-то технологии, которые используются, чтобы если уже они привыкли, что там, я не знаю, твит-трансляция, это вот уже просто как стандарт. А у нас это до сих пор вау-фактор на конгрессах, да, там и так далее. Ну вот много таких вещей, да, то есть здесь нам очень сложно, потому что нам постоянно нужно бежать, догонять, бежать, догонять, бежать, догонять. Здесь мы не можем сослаться на то, что а вот мы тут такие самобытные. В конгрессном туризме нет, вот самобытность на вечер оставьте, а сейчас будьте любезны соответствовать. В этом смысле страшно сложно, потому что, допустим, если в любом регионе найти автобус, не знаю, там с кондиционером после 2008 года выпуска, это просто опять же вау-фактор. И мы на каждый конгресс международный, с участием международных каких-то экспертов, мы каждый раз отсматриваем каждый автобус, смотрим, чтобы там, не дай бог, потому что вот за время его эксплуатации по нашим дорогам и с нашими туристами там, что с ними случилось. И так далее, и так далее, да, там горячая вода летом, и все вот это вот, все вот это вот, оно имеет место быть. Там, не знаю, безопасность на улицах, чистота на улицах, то есть, как вот в учебниках, да, пишут по маркетингу территории, впечатление о регионе у туриста складывается, когда он перешагивает порог вокзала. То есть, имеется первая картинка, да, вот он вышел. Да, то есть, вот у вас, может быть, вылезан исторический центр, но на вокзале, ну, то есть, при всем моем уважении, но вокзал в наши, в регионах, это кошмар и ужас. Даже в Москве, в общем, оставляют желать лучшего, но по сравнению... С регионами, да. Да, это кошмар все равно, то есть, и это такое, ну, реально такое вот неприятное место, атмосферно неприятная грязь, ну, что я ни для кого не секрет, не буду рассказывать. А, соответственно, мы стараемся миним... господи, слово мини, вы говорите это? Минимизировать? Минимизировать, минимизировать эти все вещи. Один-один у нас, я конвеншн долго выговаривал. Да, поэтому мы забираем, значит, в аэропортах Москвы сажаем, значит, наших участников конгрессов автобусы, везем сразу в Ярославль в гостиницы, чтобы вот никуда, да, их вот никуда, 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 да, значит, в гостиницах мы их там обязательно встречаем, делаем отдельное сервисное бюро помимо гостиничного, потому что мы все время боимся, что вот, опять же, то, чего никому за границей в голову не придет. Вот работает гостиница ресепшн, и все здорово, да, еще в пятерках там, в четверках консьерж работает, да, у нас консьерж вообще нет такой услуги. Соответственно, мы организуем сервисное бюро, где дополнительный персонал натренированный, выставляются там волонтеры, которые там... Ну, это с точки зрения, не дай бог, к рецепшн гостиничному подойдет, да? Ну, он даже, может быть, нет, он, может быть, и подойдет, может быть, там все будет здорово, но мы все время боимся. Мы все время боимся, что что-то возникнет, ему надо будет вызвать такси, например, они вызовут в гостинице, все здорово, но вызовут, например, не то. Но они вызовут, которые они всегда привыкли вызывать, а мы знаем, что у нас вот только вот это можно, а вот на это не дай бог. Ну, вот эти вот нюансы, да, то есть они связаны не с тем, что кто-то плохо работает или плохо старается, а с тем, что мы немножко зашорены, и нам какие-то вещи, которые нам кажутся уже обычными, а нельзя их показывать иностранцам до сих пор. И, опять же, да, когда речь идет об обычном туристе, и пускай он сядет в наши, пускай он на шестерке-то или на Волге-то прокатится, это же здорово. А мы не можем себе это позволить, допустим, когда речь идет о конгрессном турнире и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому волонтерский пул огромный, поэтому охрана, поэтому аккредитация и так далее, и так далее. То есть очень много вещей дополнительных, которые, в общем, не снятся даже организаторам мероприятий за рубежом. Ну и в конечном итоге все-таки это, я так понимаю, может работать на тот самый пресловутый имидж. Безусловно, безусловно. То есть это все вместе, конечно, это все вместе складывается. Потому что, опять же, как я говорила, эти все впечатления потом будут упакованы и увезены в разные точки планеты. И то, как мы здесь их встретили, потом о нашем регионе, о нашей стране, если угодно, будут говорить. В зависимости от того, какой волонтер как улыбнулся. То есть как иностранцы вот очень часто говорят, а что вы делаете со своими детьми, они нас спрашивают. Вот недавно эксперт был, профессор, он говорит, а что такое вы в России делаете со своими детьми? Мы говорим, в смысле, а почему они у вас боятся улыбаться? Он же ребенок. Ну там речь шла о 15-14-летних вот ребятах. Говорит, что, как? То есть я понимаю, взрослые люди, они загружены, проблемы и так далее. Говорит, ну дети должны улыбаться. Почему, говорит, у вас люди, когда их что-то спрашиваешь, они сразу напрягаются, сразу делают страшное лицо и вообще не готовы общаться. Как это? Почему? С чем это связано? Объясните мне. То есть он говорит, у вас в принципе некомфортно существовать. Вот вы, говорит, этого не замечаете, вы привыкли. У вас очень некомфортно. У вас в России. В России, да, неважно где. У вас очень некомфортно, в принципе. Вы этого не видите, к сожалению. То есть, понятно, там вышкаленный персонал, которого заставили улыбаться. Но вот в целом, говорит, атмосфера, на самом деле, очень недружелюбная и очень напряженная. И поэтому вот мы это все... А вы как на вопрос ему ответили, Юля? А мы сказали, что мы не можем объяснить, почему, но мы сказали, что мы это знаем, мы над этим работаем. И мы ему сказали, что вот если вот... Приезжайте к нам в следующем году, все будут улыбаться. Да, мы вот, по крайней мере, когда мы вас встречаем, у нас все улыбаются в обязательном порядке. Не, вспоминается всегда по этому поводу противоположный точка мнения. Ну, про Америку обычно любят говорить, что там вот все смайл, все все время... Ну, это улыбка фальшивая, потому что за ней ничего нет. Это вот, знаете, да, это вот загадочная русская душа. Какая тебе разница? Тебе улыбнулись и хорошо, а... Фальшивая или нет, не суть важна. Да, зачем? Ну, вот мы же, да, мы же вот не собираемся дальше, в общем, вступать в какие-то тесные отношения. Совершенно верно. Мимо просто прошли. Нам важно, чтобы наш нетвокинг был комфортным. Вот. То есть, ну, вот об этом нужно думать, конечно, обязательно. Конечно. А, Юль, здорово, мы сегодня с вами пообщались. Здесь у нас осталось еще три минуточки, и я тогда традиционно задам вам вопрос о неких перспективах развития и конвенционного бюро в России, ну, и, может быть, делового туризма в целом. Расскажите, пожалуйста, как вы видите это себе? Ну, мы ведем активно сейчас переговоры 14, 15, 16 год с организаторами мероприятий, благо, что сейчас это достаточно набирает обороты, и о нас уже более или менее стали знать и откликаться, и мы, в общем, побеждаем в конкурсах территории, то есть выбираем между-между, не буду называть какие-то города, да, чтобы никого не бежать. У нас появился достаточно уникальный опыт, мы с нуля, то есть организовали мероприятие, нам пришла в голову мысль, ну, вот, собственно, а почему бы нам не просто привлекать, а самим. То есть мы пригласили научное сообщество, благо Ярославль достаточно в этом смысле передовой город, у нас очень много ученых с яркими именами, выдающимися. И мы им сказали, ребят, вот смотрите, есть в вашей отрасли какие-то темы, там, душесчипательные, на которые актуальны, на которые поют люди, да, конечно, давайте вместе, давайте. И, в общем, вот мы поработали, поработали, вместе с нуля организовали, придумали мероприятие, которое прошло, и оно, в общем, имело такой резонанс, что оно будет ежегодным однозначно, то есть все участники его оценили таким образом, что оно нужно. И, в общем, для нас это был совершенно уникальный опыт, и мы сказали, что, ну, можно, в общем, не ждать милости от природы, а можно самим инициировать, то есть смотреть, это, конечно, достаточно сложно, потому что нужно быть экспертами во всех отраслях вообще. Ну, и нужно быть энтузиастом в хорошем смысле слова, да? Вот этого нам не занимать вообще, нас надо, наоборот, успокаивать. Я не знаю, откуда такая у нас берется любовь. Ну, это профессиональное качество, видимо, да? Да, то есть я благодарна абсолютно своей команде и людям, которые у меня работают, это фантастические люди просто. Ну, и хватит на всю Россию, давайте мы отвлечемся от Ярослава, на всю Россию-то хватит. Ну, если и нашлись такие люди в Ярославле, значит, они могут найтись, ну, они нашлись точно в Екатеринбурге, они там работают, ну, они нашлись, такие люди нашлись в Москве и в Питере, может быть, им чуть комфортнее, но, в принципе, все равно способ мышления один и тот же. Это люди, которые хотят чего-то не только для себя, которые живут не сиюминутными какими-то бизнес-целями, а которые хотят что-то развивать вокруг себя и менять мир к лучшему, опять же, если угодно, и извините за пафос. Нет, это хороший пафос. Да, я вот в такой пафос верю. Да, я вот в это верю и, в общем, вот надеюсь, что вот эти люди существуют. Дай бог, дай бог, я тоже, на самом деле, с вами абсолютно согласен и хотелось бы таких людей видеть почаще и побольше. Они же уж, как минимум, всегда улыбаются. Говорю сейчас, глядя на Юлю. Ну что ж, давайте заканчивать. Итак, с удовольствием еще раз представлю. Сегодня у меня в гостях Юлия Скороходова, председатель правления Ярославского конвеншн-бюро. Достаточно подробно мы обсудили сегодня, что такое конвеншн-бюро, как давно они появились в России, что это такое, в чем их польза. Ну и самое главное, мы поговорили о неких перспективах развития этого сегмента бизнеса и как это связано с обычным, даже традиционным туризмом. Юля, еще раз огромное спасибо, что нашли время посетить нас. Уважаемые слушатели, вам огромное спасибо за внимание. Как всегда, всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.